хочу предложить вашему вниманию вот такую мушку в стиле спай которая с успехом ловит практически всю рыбу в зависимости от величины эта крючка начиная от окуней плотвы и заканчивая головлем судаком щукой приступим к вязанию крючок я взял фирмы страйк немножко его подогнул вот пайковый приступим берем плоский люрекс металлизированный если так как у меня он двухсторонний золотистый и серебристый то так как я буду обмотку производить белым люрексом серебристым я креплю золотым золотой частью наверх проматываем до загиба и возвращаем нашу нить так как зубки у нашей рыбы хорошие немножечко промажем перед люрексом клеем делаем полный оборот за загибом и возвращаемся коричку доходим до уровня жала возвращаем нашу ниточку и крепим здесь люрекс в этом месте дальнейшем мы будем производить обмотку по телу я креплю вот такое материальное которое называется сейчас я вам покажу очень хорошо рефлектирует свет и беру вот у меня я уже вам показывал как то распускал ленточки в которых находится светоотражающая нить крепим нашу нить так чтобы края доходили до середины проматываем в одной точки и стараемся виточек виточку примотать наше тело нет не уводим оставляем здесь и приступаем к обмоточке нашего тела и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Закрепили... Остатки нити отрезали... И теперь делаем обмоточку по нашему телу... Продолжение следует... Вторую часть тела мы будем выполнять... Из даббинга с обмоткой пером... Перо я подготовил... Вот такой расцветочки шортрез... Крепим его... Продолжение следует... Вот так. Для того, чтобы у нас не мотать 2-3 раза по одному месту, я подготовил материал для крылышка. Вот такой кафтейл называется. В ступочке его подровнял. И сейчас мы с вами его закрепим. Субтитры сделал DimaTorzok. Удерживаем мех и притяжной петлей прихватим наш кафтейл. Посмотрели еще немножечко. Нужно вот так. Так как кафтейл сам по себе мех очень скользкий, я обычно немножечко промазываю клеем. Промаживаем мы. Промотали немножечко. Также подкрепили наше перо и мех. И можем формировать дабиновую веревочку. Берем наш клей. Слегка промазываем нить. И я беру наш красный дабин. Наносим небольшое количество. Чего лучше добавим, если мало будет. И проматываем. Нам как раз хватило в достаточном количестве. И теперь по дабингу проматываем. Как я уже один раз показывал, вот так по плоскости не обязательно нам надо подбирать и подравнивать бородки. Они сами в дабинге станут вот так. В месте крепления нашего крылышка из кафтейла делаем один полный оборот и крепим перо. Так. Удаляем остатки пера. Закрепили. Теперь на месте, где мы закончили мотать с вами перо желтое, я беру перо цесарки. Вот такое перышко цесарки. И совсем полтора, если выйдет два оборота, сделаем небольшой ёршик. Закрепили. Берем перодержатель, хотя можно и без него. Отводим наши бородки назад и делаем парочку оборотов. Поправляем бородки. Вот как раз у меня вышло. Два хороших оборота. Крепим перо. И совсем немножко в этом месте нанесем клеем маленькую капельку. Промотаем парочкой оборотиков. Подправим наши перышки. Вот как вы видите у нас вышла вот такая хорошая конструкция. Теперь мне надо будет перейти к черной нитке. Но чтоб я не срезал нить, я беру просто фломастером спиртовым, подкрашиваю свою белую. Поднимаем наше крылышко и спереди проматываем. Чтобы поднять. Подняли. Теперь для того, чтобы наше крылышко красиво легло, нам необходимо вот так взять ноготочком его расправить. Прихватить сверху пальцами. И начинаем формировать головку. Так, добавим еще нитку, покрасим немножко. Теперь я добавляю на нитку немного клея, проматываю, делая завершающий узел. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Делаем завершающий узел. Так как у меня все равно немножечко попала нитка неокрашенная, я возьму черный лак для формирования оловки и нанесу. После того, когда лак высохнет, нам необходимо еще второй, а может и третий раз нанести еще лак. Вот так выглядит наша мушка, которая, как я уже говорил, очень уловиста практически по любой рыбе. В зависимости от величины крючка. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч.